Минск стал городом для машин. Количество автомобилистов зашкаливает. Концентрация транспорта в центре, загрузка в час и пик, экологическое воздействие, высокий уровень автомобилизации уже реальность. В этих условиях особо беспокоит тема безопасности людей, особенно детей. Нужно возвращать город людям. Он должен быть удобным для перемещения прежде всего на общественном транспорте, электросамокатах, велосипедах. Проезжая по Минску, я просто радуюсь, видя, сколько людей сегодня перемещается по Минску семьями на велосипедах. Но активность местных властей в развитии инфраструктуры отстала от насущных потребностей как минимум на несколько лет. При этом общественный транспорт не отвечает нынешним запросам общества. Метро должно серьезно облегчить дыхание города. Четыре станции на третьей линии нужно ввести в эксплуатацию уже в 2020 году и желательно в первой половине. Начали использовать электробусы. Людям они понравились. Но высокая цена нового транспорта обременительно для бюджета. Производителю нужно думать над существенным снижением затрат. Что касается личного электротранспорта, через год, я уже сказал, вводим в Минске станцию. До сих пор нет ни зарядной инфраструктуры, ни комплексных правил ее размещения, ни серьезных стимулов к ее созданию. И еще раз подчеркиваю, надо ориентироваться на электрический транспорт. Это не просто мой призыв к вам. Весь мир повернулся в этом направлении. Мы задыхаемся прежде всего от выбросов, особенно в Минске. Я думаю, Анатолий Александрович, решение транспортных задач для вас, как для бывшего министра транспорта, дело чести. Продолжение следует...